Всем доброе утро! Начинаю новый влог. Девочки, вы мне в комментариях пишите разные там вопросы. Вот я решила сейчас вопросы на некоторые поотвечать, но которые вот я помню. Пока я пью кофе, пока еще утро. Сегодня встала утром рано, потому что у нас сейчас уже жара, уже за 30 переваливает днем. И вот сейчас только утро, 8 часов, начало 9, а уже жара, уже прямо хочется закрыть окно и включить спирит. Тем более сейчас уже готовить начинаю завтрак. Я думаю, что пока еще не жарко сильно, то я приготовлю, потому что плиту надо будет включать. Я хочу в духовке курочку еще приготовить. Так что пока моя курочка там размораживается, я думаю сейчас ответить на некоторые ваши вопросы. По поводу волос, мне написали разные советы. Девочки, кто-то пишет, отпустите волосы, вот сделайте как у вашей сестры. Сначала отпустите, потом каскад туда-сюда. Ну, сестре моей нравится такая прическа. У меня такая была уже. И в общем-то я больше не хочу. То, что сейчас у меня есть вот эта длина, она меня уже раздражает. Мне уже волосы мешают. Мне хочется их заколоть, но я не люблю заколки. Поэтому, вот у меня много разных стрижек было. Я очень много лет ходила с длинными волосами, всю жизнь, в принципе, до какого-то возраста. Но в конце концов, вот когда уже я начала осветляться-осветляться, мне удобнее было это делать уже с прической покороче. И вот я как подстриглась, мне понравилась вот эта моя стрижка. И я уже вот сколько лет, ну много лет уже, наверное, хожу с этой стрижкой. Она мне нравится. Мне нравится, когда сзади подобрано, никаких вот этих кучерей нет. Сейчас у меня просто вот здесь вот хвост. Я здесь просто вообще коротко делаю. Здесь волосики чуть-чуть, ушки закрывают вот так вот. То есть вот здесь как бы длина еще нормальная. Ну так чуть-чуть можно. Мне главное зад подобрать. Челку проредить. И все это нужно будет проредить. Вот с такой прической я хожу. Потом по поводу челки. Я уже говорила, но если кто-то не слышал, не видел, что челку я не хочу отпускать. Я не люблю открытый лоб, потому что у меня глубокие морщины. Они у меня, ну, с молоду еще. Это вот как бы у меня структура папы. У папы были глубокие морщины. И вот как бы они у меня вот так по наследству передались. Но мне не нравится с открытым лбом. Я как-то пробовала отпускать. Мне не нравится. Тем более, опять-таки, эти волосы, если отпустить, они будут лезть в глаза. Мне это не нужно. Вот по поводу прически я вам сказала. Да, еще волос цвет потемнее, более эффектный. Я знаю, когда я была помоложе, во-первых, я постоянно красилась. Ну, глаза у меня ярко были накрашены. И оно как бы вот выглядело нормально. Сейчас вот я не накрашенная, светленькая и не накрашенная нормально уже выгляжу. Потом, почему я осветлилась? Когда у меня появилось уже очень много седины, у меня волос очень быстро отрастает. И седина, она начинает как бы блестеть. Да, темный волос начинает седина блестеть уже буквально через неделю-полторы после прокрашивания. Я уже замучилась красить вот эти корни постоянно. Так часто их нельзя красить, опять-таки. Поэтому я стала высветляться, чтобы... У меня сейчас седых волос больше, чем моих темных. В общем, белые корни, да, так сказать. Поэтому сейчас вот если они у меня отрастают, белые корни, месяц прошел даже, полтора может пройти. Они не бросаются в глаза, их не видно особо, да. Поэтому я могу краситься реже, вот могу себе позволить. Ну и в общем-то я светлила уже ближе, как к седому, так сказать, своему родному седому волосу. Поэтому светлый волос. Так что хоть советуйте мне, хоть не советуйте, я всегда выбираю для себя то, что мне удобнее, то, что мне лучше, то, что мне нравится. Вот. Так что вот как я выбрала прическу, так и будет. Как я выбрала цвет, так и будет. Все. Если я захочу сама поменять, что очень вряд ли, ну я тогда поменяю. Еще один такой вопрос. Какая у вас зарплата на YouTube? Во-первых, никто из блогеров вам не скажет, какая у них зарплата. Особенно если зарплата хорошая. О зарплате вообще не принято говорить. Даже вот когда я работала консультантом, нам вообще запретили обсуждать с кем-либо зарплату, мы даже расписывались по этому поводу, что это конфиденциальная информация. Вот. Но я вам скажу. Так как моя зарплата маленькая, я могу вам сказать. Все зависит, во-первых, от просмотров. Зависит от количества просмотров. То есть даже количество подписчиков не столь большую роль играет, сколько именно количество просмотров. А так как в ваших роликах присутствует реклама, то вам платит, собственно, за рекламу. То есть количество просмотренной рекламы. Вот за это вам идет зарплата. Но так как я сейчас живу на пенсию, пенсия 9300 у меня, а мне, допустим, достаточно для нормального, комфортного проживания, ну, на данный момент это где-то 15-16 тысяч, чтобы я себя чувствовала нормально. То есть мне как раз 100 долларов и не хватает. Вот я стремлюсь в месяц 100 долларов заработать. Стараюсь иногда даже каждый день выкладывать ролики, чтобы эти 100 долларов набежали. Потому что если будет меньше 100 долларов, то, допустим, 90, то они перейдут на следующую зарплату на следующий месяц. И вот месяц я останусь без зарплаты. То есть ниже 100 долларов не выплачивают. Поэтому я стараюсь, чтобы у меня 100 долларов было в месяц. И, в общем-то, мне этого достаточно на проживание. Конечно, о больших богатствах я там и не мечтаю. Но у меня, собственно говоря, и не тот контент, не тот канал, чтобы там сильно зарабатывать. Вот молодежь, они более экстремальные, какие-то могут такие ролики выкладывать. Кто-то даже хэпится на чем-нибудь, чтобы там какие-то просмотры себе создать. Ну, я человек скромный, живу скромно. Так что 100 долларов в месяц мне достаточно. 100. Если будет выше, это будет еще лучше. Будет как запас. Еще один такой вопрос мне задал подписчик. И вообще даже не в тему. Вообще даже видео было совсем там о другом. А вы в церковь ходите? Не знаю, к чему этот вопрос. Я, кстати говоря, на вопрос о религии ответила в видео «Вопросы и ответы». Я там сказала, что я в церковь не хожу. Бога верю, но мне посредники не нужны для того, чтобы общаться с Богом. Бог всегда при мне. И всегда я могу с ним пообщаться в любой момент. Вот. Все. Не люблю я это афишировать, не люблю это делать на людях. Это все происходит как бы в уединении. А еще вот такой вопросик был. Хватит ли вам пенсии на диету? Смешной вопрос. Во-первых, у меня не просто там диета с какими-то дорогостоящими какими-то средствами или что. У меня просто раздельное питание. То есть, в принципе, я могу есть то же самое, что я привыкла есть. Просто готовить щадяще, да. То есть, меньше там жарить, ну, не жарить, отказаться от жареной продукции. Щадящее приготовление на пару, там, вареное можно и так далее. Отказаться от жирной пищи хорошо. Я могу не жирное мясо, постное мясо покупать. Особо разницы нету в цене. Вот. Ну, больше овощей. Хорошо овощи сейчас уже пошли. Как раз время такое. И фрукты пошли, они дешевеют, потому что сейчас уже не такие, не парниковые продают, а прямо уже с земли у нас. Ну и все. Отказаться от консервантов, от полуфабрикатов тоже легко. То есть, я покупаю натуральное мясо, птица, рыбу. Готовлю сама это все щадящим образом. И употребляю овощи сырые, или как бы там вареные, или пареные, в общем. Ну и фрукты сейчас. Вот у нас черешня, клубника. Я ем каждый день по чуть-чуть. И все. Кстати, кто-то написал, что в вечернее время фрукты есть нельзя. При раздельном питании, при правильном питании. Хочу вам сказать, раздельное питание, оно так и называется, раздельное, это когда белки с углеводами не совмещаются. Если я ем чисто черешню или клубнику вечером, это есть раздельное питание. Другой вопрос, похудение. Конечно, фрукты содержат глюкозу, и поэтому рекомендуется при похудении в первой половине дня есть фрукты, а во второй половине дня не рекомендуется ничего сладкого употреблять. Ну, я же говорила, что у меня не самая главная цель похудения. Самая главная цель разделить у меня, раздельное питание сделать, для того, чтобы желудок это все легко переваривал. А фрукты, они перевариваются быстро. Там какое-то там брожение или что-то там написали будет. Ничего не будет. До сна, если я, допустим, в 6-7 часов вечера поела эти фрукты, черешню и клубнику, например, да, и то я даже что-то одно ем, то до сна, я в 12 часов ложусь спать, все давно переварится, никакого брожения не будет. В общем, на вопрос, хватит ли мне денег на диету, хочу вам сказать, хватит. Я не стала больше прям особо тратить денег, как я тратила, ну, и то я как-то особо полуфабрикаты, единственное, что колбасу люблю, да, а так-то особо я полуфабрикаты и не ела. Иногда там пельмени вот эти куплю, но и то это они у меня лежат в морозилке, я их ем только тогда, когда прям вот уже некогда готовить, сильно занята, чтобы по-быстренькому. Вот, ну, пельмени, в общем, лежат себе спокойненько и отдыхают в морозилке. Ну, и последний вопрос, чем вы чистите стиральную машину? Тоже я уже в предыдущих видео показывала, я чищу стиральную машину лимонной кислотой, хотя в магазинах, в бытовой технике, где я работала консультантом, там говорят, что лимонной кислотой вредно, вот берите наши средства замечательные для чистки. Как я пришла к лимонной кислоте, девочки? Когда я еще впервые купила стиральную машину, у меня еще до этой стиралки была, давно за Нусси, я тогда начала искать моющие, чистящие средства, вот у себя в магазине в МВидео я работала. И у нас на полке стояло много разных вот этих средств по разным ценам. Я стала проходить по ним, по всем, смотреть состав и сравнивать, что мне выбрать для себя. И вот когда я дошла до самого дорогого средства, вот такая коробочка, написано было Мели, это стиральные машины Мели, кто знает самые дорогие, которые за 100 там стоят. Я читаю состав, там написано лимонная кислота, точка, все, больше никакой химии. Я открыла эту коробочку, там был такой пакетик, в котором лежала вот эти вот кристаллики лимонной кислоты. Все, с тех пор я покупаю, и стоила она тогда самая дорогая, она стоила, я даже не помню, тогда еще доллар был по-другому, другие цены были, но из всех средств это было самое дорогое средство. И стоила она совсем там, не знаю, во сколько раз дороже, чем лимонная кислота, которая продается обычная пищевая в магазине. И с тех пор я стала покупать лимонную кислоту, я беру пакетик, там у нас вот есть такие побольше пакетики, 80 грамм. Все, я этот пакетик засыпаю в кювету, где порошок на основную стирку засыпаю. Ставлю режим хлопок, 90 градусов, без белья прогоняю в холостую. Все, машинка очистилась. Желательно это делать не чаще, одного раза в полгода, но это в зависимости от того, сколько вы стираете, как часто вы стираете. Если ежедневная стирка, то раз в полгода. Если стираете вот раз в неделю, например, то можно один раз в год, этого достаточно будет. И все. Я уже много лет пользуюсь этим средством, ну, начиная, не знаю, лет в 7, наверное, пользуюсь лимонной кислотой, и все нормально, все прекрасно, с машины ничего там не разъедают. А то, что консультанты в магазине говорят, что лимонку нельзя, это, ну, им нужно обязательно продать какой-то сопутствующий товар к бытовой технике. У них такой план, у них просто такая задача, нельзя, ну, им нельзя продавать бытовую технику без ничего. Какой-нибудь аксессуарчик они должны либо моющее средство вам всучить, либо вот эти ножки, подставки, под стиральную машинку. Опять-таки, эти ножки, они могут быть актуальны, если скользкая поверхность, типа плитка, и, может, чтобы машинка там не гуляла по плитке, но она не обязательно эти ножки, собственно говоря. Вот. И продавцов ругают, продавцов магазина их там наказывают, даже если они не продают сопутствующий какой-то товар вот к вашей бытовой технике. Вот они и навязывают, потому что у них такая задача, у них такой план. Это просто зарплата их. И всё. Влияет на зарплату, так скажу. Вот. Ну, пока вот вопросы, которые я увидела и которые вспомнила, сейчас я вам на них ответила. А сейчас уже я, что я собираюсь готовить. Я вам недавно показывала, что я купила молодую картошечку за 60 рублей килограмм. Вот. Я её поскоблила, как это положено. Вот такая небольшая картошечка. И уже я её отварила с утра пораньше. Добавила туда укропчик, чесночок, масло подсолнечное с запахом, специально которое для салатов. Я люблю, когда вот эта картошечка, она пахнет вот чесночком, укропчиком и вот этим маслицем. Вот. Ну и присолила уже готовую картошечку чуть-чуть. И всё. Всё это перемешала. Уже вот кастрюлька стоит, пахнет неимоверно. А сейчас я займусь корочкой. Хочу сделать её в рукаве и в духовку положить. Вот мои ножки уже разморозились. Не мои ножки, а куриные ножки. Теперь я их хочу посолить. Ну, солить я буду вкусной солью. Она всё-таки с травочками, муравочками. Хватит чуть-чуть. Поперчить. Да, добавлю сюда я приправу для курицы. Ну, у меня такая приправа каждый день. Немножечко приправочки. И добавлю сметану. Ну, у меня 15-процентная есть. Я добавлю сюда сметану ещё. Пару ложек, наверное, хватит. И всё это перемешаю. И дам постоять ещё минут 10-15-20. Ну, немножко пусть помаринуется. Потом в рукавчик засуну всё это. И вот так вот всё руками прям перемешаю. Хорошенечко. Чтобы они все были прям обмазаны. Вся курочка, все ножки прям. Можно любые кусочки курицы брать. Можно просто целую курицу порезать на кусочки. Какие вам нравятся. Ну, вот я купила вот эти голяшки. В них просто меньше кожи. Поэтому я их и взяла. И они готовятся быстрее, чем курица там целая. Так, ну всё, перемешала. Теперь дам это всё постоять, немножечко помариноваться. Ну всё, курочка у меня уже постояла 10 минут. И сейчас, пока духовка разогреется, ещё минут 10, может быть, постоит. Хотя, чем дольше она замаринуется, тем будет вкуснее. Но если нету времени, то этого достаточно. всё отправляю в духовку на 180 градусов. Ну, минут на 40. Ну, там посмотрим. В зависимости от духовки. Пока моя курочка готовится, я решила нарезать салатик. Зелёный лук будет у меня. Помидор, огурчик, болгарский перец, зелень. Капуста у меня такая вот ещё есть. Это китайская капуста. И сметанкой всё это заправлю. Я ещё вспомнила, что у меня редисочка есть. В общем, всё нарезала. И уже заправлю, посолю перед самым обедом. Сейчас перемешаю. Курица ещё пока готовится, так что пусть пока постоит мой салатик. Ну вот, курочка моя готова. Можно переложить теперь её в контейнер. И всё. Если кто хочет, можно, например, ещё с открытой вот этой вот частью постоять ещё немножко, чтобы подрумянилась. Но я не хочу, чтобы нарумянилась. И скоро будем кушать. Ну вот, смотрите, какую вкуснотищу я наготовила. Всё у меня готово. Молодая картошечка, курочка в рукаве в духовке и салат из свежих овощей и зелени со сметаной. Ну вот и всё, мои хорошие. На этом я хочу своё видео закончить, коротенькое. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok